Девушки отдыхают 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 На выбор на 21 или на 24 число мы разыграем, в каком городе, в какой стране находится самый большой в мире орган. Пользоваться помощью гаджетов не возбраняется. Приветствуется. Поэтому это вполне приветствуется. Приветствуется. Ищите материал. Почему про орган, а не просто так? Потому что у нас в гостях замечательный совершенный человек Мария Мохова, органистка. Мария, добрый день. Здравствуйте. Надо сказать, что в афише значится, что Мария Мохова, орган, запятая, Германия. Да, но Маша родом из России, из Нижнего Новгорода. Всё правильно? Да, всё правильно. Мы поподробнее об этом поговорим. По-русски неплохо говорить, лежит для Германии. Спасибо, я стараюсь. Представим нашу вторую гостью, нашего постоянного гостя, эксперта и друга Елены Преснецову, музыковеда. Лена будет помогать Марии, потому что Мария у нас первый раз в эфире. И кроме того, она нам расскажет про удивительный совершенно проект. Это школа для одарённых детей провинции столицы, которая в данный момент прямо тоже в Вятской филармонии проводится. Но сначала к органному залу. Сначала не к органному залу, сначала к нашему слушателю, который уже, по-моему, да, по-моему, уже знает, где это дело будет. Добрый день. Ну, ещё раз наберите 211-101, в каком городе, в какой стране находится самый большой в мире орган. Итак, 18 и 19 июня, это завтра и послезавтра, в органном зале Вятской филармонии пройдёт концерт. Орган и Вятский камерный оркестр. Мария Мухова, понятно, будет за органом. А Вятский камерный оркестр, понятно, будет возглавлять главный дирижёр Константин Маслюк. Ну, принимаем звонок. Принимаем звонок. Добрый день. Добрый день. А как вас зовут? Меня зовут Андрей. Андрей. Вы знали или вы всё-таки гаджетом воспользовались? Нет, гаджетом. Гаджетом воспользовались. Что сказал вам гаджет? В американском городе Атлантик-Сити. Всё правильно. Совершенно верно. Любите ли вы нашу Вятскую филармонию, как любим её мы? Вы знаете, пойду первый раз. Я думаю, что с интересом проведу время. Тем более мы откроем для вас Вятскую филармонию. Итак, у нас два билета. 21 число – это Вятский камерный оркестр. Ну, это в 11 часов. В 11 часов, да, в рамках летней творческой школы для одарённых детей. И 24 в понедельник в 18 часов в Большом зале летний концерт Вятского симфонического оркестра. На 24-й не кладите трубку, пожалуйста. Вам сейчас продюсер всё объяснит. Это вычеркиваем билет. Потом ждите следующего вопроса. Итак, к Марии Моховой. Маш, а с каким концертом, во-первых, приехали? Рассказывайте. Ну, у нас, так сказать, в центре нашей программы с Константином Александровичем Маслюком, главным дирижёром Вятского оркестра, стоит концерт Ефрема Подгайца. Это сочинение очень новое, написанное недавно. Да. Так сказать, состоится российская его премьера. Вот это... Это премьера будет? Да, это будет премьера. Вот. А в первом отделении, вот вы уже упомянули, ах, этот вальс, лето, так сказать, хочется чего-то более лёгкого. И в первом отделении концерта я приготовила программу, состоящую из танцев. То есть танцы для органа. Танцы для органа. Это очень интересно. Ну, это, наверное, всё-таки такие несовременные танцы, я сказал так, да? Нет, конечно, несовременные. Там будет всё от очень древнего жанра пасакали, прозвучит пасакали до минор Баха, очень известное сочинение. А также менее известные сочинения, но не менее выразительные. Композиторов Гастона Литеза, Маргареты де Йонг и Токата Дюруфле. Тоже достаточно любимое сочинение среди органистов. Так что... Я знаю только Баха. Поэтому не знаю ни одного из следующих авторов. Ни Гастона, ни Маргарета, ни Мариса. И я, кстати, заметила, тут вот хочется сразу же подключить и Елену тоже. Я, кстати, заметила, что люди, которые приходят в органный зал, получая вот такую программу, где наряду с популярными композиторами, а есть композиторы современные, которых они... или несовременные, но которые редко представлены в программах, они радуются чуть ли не больше, чем знакомым произведениям, потому что открывают для себя что-то новое. Вы это замечаете, когда вот вы ведёте концерт? Ну, вообще, честно говоря, в органном зале я не веду концерты, очень редко, но была, естественно, на этих концертах и для себя тоже заметила, что любое сочинение для органа, для современного слушателя, который не каждый день ходит в органный зал, представляет огромный интерес. И такая, конечно, и радость чего-то нового, познавание, безусловно, есть вы правы абсолютно. Почему выбран Ефрем Подгайц в качестве основного автора, и как вы решились на эту премьеру? Мне кажется, вообще Константин Александрович не любит этого автора, потому что я довольно часто слышу его произведения в нашей филармонии. Да, действительно. Это его идея была? Да, это была его идея. Более того, он как бы был инициатором вообще этого переложения. То есть сам по себе концерт был написан много лет назад для клавесина с оркестром. Это сочинение очень популярно в России и за рубежом. И Константин Александрович... Маслюк. Маслюк, да. Выразил идею сделать переложение для органа. Мы с ним, в общем, давно сотрудничаем. Нам очень нравится работать вместе. Для органа и камерного оркестра. Для органа и камерного оркестра, да. Он сам перерабатывал? Да, конечно. О, паники. Вот, Ифим Анатольевич переработал концерт для органа. Вот, выслал ноты. Это вот было буквально там полгода назад. То есть Подгайц специально для нашей вятской филармонии и для Марии Моховой переработал свой концерт. Ну, ты сказать, что Подгайц к нам очень хорошо относится, к нашей вятской филармонии. Я просто перебиваю Машу. Он у нас уже был. И была у нас премьера, можно сказать, такая тоже эта сказка маленький. Точнее, не премьера еще, но для нас это была премьера. Сказка «Маленький принц» симфоническим оркестром. И будет специальная сказка в новом сезоне, которую для нас пишет Ефрем Подгайц. И будет, кстати, концерт в рамках творческой школы. Он будет здесь 19-го числа, Ефрем Осипович. Сам приедет. Да, сам приедет. Так что он все будет слушать сам, сам будет оценивать и сам будет присутствовать на этой концертной программе. Я просто как человек немножко причастный, потому что у меня сын учится в первой музыкальной школе. И там детский хор исполняет Подгайца. Очень много произведений. Просто удивительно. Можно сказать, что Подгайц сейчас в тренде. В Кирове точно приедет. В Кирове точно, да. Он уже сегодня, возможно, уже приехал. У нас два часа репетиции, мы будем работать вместе. То есть он приедет на репетицию оркестровую. И мы попробуем как-то вот это сочинение оформить. Вы обещаете как-нибудь все-таки, чтобы Ефрем Иосифович к нам пришел? Конечно, нужно, наверное, было как-то заранее это обсудить в новом сезоне. Я думаю, что мы в новом сезоне обязательно познакомим наших слушателей непосредственно уже с Ефремом Иосифовичем. А в какой манере вообще пишутся современные концерты для органа? Вы знаете, вообще, ну, о тенденции современных концертов для органа говорить трудно, потому что их просто очень мало. То есть на самом деле органный репертуар не так велик, как, скажем, репертуар фортепиано. Число органов тоже не так велико, в отличие, скажем, от числа фортепиано, если так уж говорить, да. И исполнителей, соответственно. Конечно. Вот, поэтому, чем ценно это сочинение, что, в общем, оно, я надеюсь, станет репертуарным и популярным, потому что действительно в этом жанре очень мало пишут. Но в данном случае это сочинение, так скажем, относится больше к прокофьевской манере. То есть довольно современное звучание такое, да, получается? Да, современное, но мелодичное, то есть не атональное, вот с очень жесткими ритмами, очень интересными перекличками между органами. Оркестром сочинение очень трудное, мы вчера начали уже над ним работать с оркестром, в общем, всё нелегко, но очень выразительно. То есть, в общем, все, кто придут, получат большое удовольствие. Время уйти на перерыв. Перед перерывом зададим второй вопрос нашим слушателям. Остается ещё билет на двоих на 21 июня. Овецкий камерный оркестр в рамках летней творческой школы для одарённых детей. Кто готов? Так, Елена, я знаю, вы всегда готовы. Ну, я... Растворческая летняя школа. Давайте же намёк сделаем. Вот я бы хотела спросить, насколько вообще наша публика знакома с нашими одарёнными детьми, которые вообще, так сказать, участвуют в нашей городской жизни. Хотела бы просто спросить, вот эта летняя творческая школа для одарённых детей, она проходит впервые в нашем городе или не впервые? Вот. Хороший вопрос. В который раз... Главное, отвечать легко либо дали. Да, или в первый, или не в первый. Да, в первый или не в первый раз проходит в нашем городе летняя творческая школа для одарённых детей, о которой мы расскажем чуть позже. Сейчас уйдём на перерыв. 211.101. Набирайте и пробуйте отвечать на вопрос. У нас есть ещё пригласитель на двоих на 21 июня. Итак, у нас в студии Мария Мохова, органистка, которую можно будет услышать в органном зале вот ближайшие два дня. Правда, там, говорят, уже аншлаг. Аншлаг полный, всё раскладывается. Да, ну вот, кстати, там ведь ведутся записи. Вот я не знаю, сейчас не все. Удаложены везде записи. Там можно будет посмотреть. И Елена Песнецова. К ней я обращала как раз вопрос по поводу записи концертов. Музыковед, наш постоянный гость и эксперт. Есть слушатель. Добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Светлана. Мне кажется, второй год уже подряд идёт. Вы совершенно правы. Я приятно очень удивлена, что вы следующие в этом опросе. А вы вот за этим следите как-то, да? Или у вас кто-то занимается? Я слышала просто. А просто слышали, да? У вас хорошая память. Отлично, Светлана. Вы совершенно правильно ответили, да? Спасибо. Дарим вам этот билет на 21 июня. Не кладите трубку. Редактор вам объяснит, как сможете получить его. Всё, билеты в филармонию разыграны. Видите, как немателый занавес. Как горячие пирожки уходят, да? А я думаю, что не пропали зря наши совместные с вами уроки и программы в программе «Открывашка». Да, то есть вы про симфонические оркестры, про народные оркестры. Так что слушают нас очень внимательно. К Марии возвращаемся. Я спросила в перерыве у Марии, как часто Маша бывает на радио. Оказывается, это второе интервью в жизни, а первое было на французском радио. Да, это было в городе Монреаль. Мне написали на бумажке. А, так это было в Канаде. Там тоже по-французски говорят. Да, и самый ужас заключался в том, что мне нужно было сказать что-то по-французски, язык, которым я совершенно не владею. То есть мне написали на бумажке просто транслитерацию. Сказали, в какой месте это нужно произносить. Вот это было. Ну, это вполне нормально. У нас ведь, когда приезжают какие-то зарубежные гости, они просто по бумажке читают. Здравствуй, Киров! Здравствуйте! Да, здравствуйте! Да, но это приятно всегда. Это нормально, хорошо, что мы приятно когда-нибудь говорят. А ваша гастрольная география насколько широка? То есть вы больше это часть времени в Германии проводите все-таки или где-то в пути? Ну, наверное, большую часть времени все-таки в Германии. Я там живу и работаю, я преподаю уже несколько лет орган высшей школы музыки в Хайтельберге. Но в пути бывает тоже очень много. Вот в данный момент сейчас такая российская гастроль. Петербург, Киров, Москва. Как красиво звучит Петербург, Киров, Москва. Это правда. Замечательно. А в Германии насколько популярен орган? И там органистов много? Очень. Даже через червы. Через червы. Ну, там, наверное, инструментов больше, чем... Вы преподаете студентам какого возраста? Ну, это нормальный вуз, то есть, в принципе, от 19-20 лет. Это что-то вроде консерватории по возрасту, да? Это, да, примерно как консерватория, то есть, 4 года обучения бэтчелор, которая у нас тоже сейчас распространена, вот эта система. Бакалавр. Бакалавр, да, извините. Вот, и 2 года потом мастер. Ага, магистратура. Магистратура, и выпускает она кантеров, то есть, такая очень специфическая... Ой, а кантеры, я не знаю, как... Это что такое вообще? Это такой немецкий специалитет, что называется, в принципе, существует только в Германии такая профессия. Идет она еще от Баха. Да, Бах был именно кантером, да? Бах был именно кантером, и Германия невероятно этим гордится, и, в принципе, считает, что в каждом человеке живет маленький Бах, его нужно только разбудить и обучить. Прекрасно. Поэтому... А кантер, он вообще чем занимается, вот дальше-то, вот, когда он выпустился уже, да, вот, и с этой профессией, что он делает? Он работает при какой-либо церкви, и, в общем, в его обязанности входит очень много сфер, начиная от органа, то есть, он обязан сопровождать службы, он занимается концертным графиком, да, приглашением концертирующих органистов, очень много играет сам, плюс он обязан вести хоры, все, которые есть при этой церкви, то есть, обычно взрослый хор, детский хор, там, хор каких-нибудь духовых инструментов, он, так сказать, участвует в литургии, ну, то есть, у него такой полный очень... Музыкальный руководитель храма, скажем так. Да, в общем-то, так. В полном объеме, да? Это действительно существует только в Германии. Кстати, это был бы отличный вопрос для нашей викторины, потому что, если открываешь Википедию, то, значит, что такое кантер предлагает варианты? Кантер – голландский филолог, эстонский легкоатлет, украинский режиссер-документалист, немецкий профессиональный шоссейный велогонщик, турецкий баскетболист, ручные пружинные весы. Все, что угодно, да? Все, что угодно, кроме того, о чем мы говорим. Так, все-таки, вы говорите, очень много, очень много органистов в Германии, они все находят себе применение, где они в дальнейшем работают, разъезжаются ли они по миру, да? Они работают в основном по церквям, то есть, так скажем, Германия ведь очень страна прагматичная. В каждой церкви не по одному органу бывает? Ну, даже если по одному, так скажем, в каждой деревне, не по одной церкви обычно, то есть, как минимум, две – католическая и протестантская – в каждой самой-самой захудалой деревне, и какой-нибудь самый захудалый орган там стоит. Обязательно, да? И хор обязательно из бабулечек, да, собирается во что бы то ни стало, да? Вот, поэтому всем им нужны кантеры, и это, в общем, их основное рабочее место. Концертных органистов там практически не выпускается в Германии, потому что считается, что это очень такая нехлебная профессия, и, в принципе, они правы. Поэтому, приехав в Германию, вот я сначала обучалась как концертной органисткой, как бы упорно не хотела переходить на кантерское обучение, и так и закончила. И, в общем, действительно, там, с работой, и вообще очень непросто. То есть, посвятить себя, так скажем, чисто органному исполнительству – это очень непросто и требует многих жертв, но бывает так, что, в конце концов, везет. Ну, в России, судя по нашему органному залу, люди ждут концертов, и всегда практически у нас аншлаг. Ну, конечно, вообще, ну, что говорить, наш город счастлив тем, что у него есть орган, и всегда публика там есть. Так, хорошо. Еще раз напоминаем, что завтра, послезавтра в органном зале Вятской филармонии пройдут концерты. Мария Мохова и наш главный дирижер, господин Маслюк, представят замечательную программу. Нам с Колей посчастливится там быть. Я тебе верю на славу. Да, и лично оценить произведение Ефрема Пацгальцева. Об этом уже можно будет рассказать о своих впечатлениях в ближайшем культпоходе в эту пятницу. Переходим к следующим событиям, которые представляет наша филармония. И раз уж мы заговорили про детскую школу для одаренных детей, она уже идет. 13 июня она началась, 22-го закончится. И мы слово передаем Елене Бреснецовой, что это такое. Второй год подряд мы уже выяснили, теперь мы тоже знаем. Надо сказать, что в нашем городе много одаренных детей, музыкантов во всех музыкальных школах города, школах искусств. Эти дети в течение года много занимаются, участвуют в концертных программах. И было решено, что летний отдых, их начало летнего отдыха сделать таким активным. У них есть возможность в этой летней школе встречаться с ведущими педагогами Московской консерватории или Центральной музыкальной школы при Московской консерватории. Потом у них есть возможность заниматься теоретическими дисциплинами, творческими какими-то предметами. Плюс они тоже выступают. И вот как раз 21-го числа у них будет концерт в сопровождении Вятского камерного оркестра на сцене Вятской филармонии. Даже мне страшно. Лена, еще хотелось бы уточнить. Я представляю такие детей, у них есть возможность встретиться с преподавателями из Москвы. Это будет просто встреча или какой-то мастер-класс? Это мастер-классы, это конкретное расписанное занятие по специальности. У каждого ребенка три таких занятия. Индивидуальных. Индивидуальных, конечно. Индивидуальных занятий, где они занимаются один на один с педагогом. Им дается определенное задание, они его выполняют, даже там ставят оценки. В общем, это очень полезно, потому что это как бы выход на новый уровень, на новое пространство профессиональное. Это очень интересно для педагогов, которые присутствуют на этих мастер-классах. Я думаю, что для учеников тоже очень интересно. Для учеников само собой. Потому что для них это определенный прорыв все равно, потому что они привыкли уже к тому, что есть. А здесь приезжает совсем другой человек, совсем другая. Другой язык профессиональный, другой подход, другие требования. Это абсолютно очень полезная штука. Ну, вот здесь очень важно, конечно, что в связке будут работать. Потому что если вот получил ребенок такой взрыв мозга, да, что называется, а твой педагог по-прежнему тебе дает в той же манере и никак не использует то, что ты получил в мастер-классе, то это все, собственно, не для чего произошло, получается. Да, поэтому педагоги тоже участвуют в этом во всем очень активно. Они все это фиксируют, все это внутрь себя как бы заполняет свою суть педагогическую. И все это потом будет использоваться. И, кстати, вот почему как раз уже второй раз, потому что эта школа зарекомендовала себя, она показала действительно такое очень важное значение для детей. И в течение года эти педагоги тоже приезжали. Было весной, такие же вот такие мастер-классы. То есть получается, что наши дети, одаренные, они уже под контролем находятся, хороших музыкантов из Москвы. И я думаю, что это большая перспектива. И все это проходит как раз в рамках проекта «Провинция столица» на базе 11-й школы. Вятская филармония здесь, конечно же, принимает деятельное участие. Безусловно, Константин Александрович Маслюк, он как бы вот является одним из кураторов этого проекта. Ну и, конечно же, управление культурой города, оно здесь не в стороне, оно тоже здесь весьма, весьма... Константин Александрович, если тем более потом концерт итоговый будет с оркестром, которому на руководстве понятно, что он с самого начала должен быть в процессе. Нет, но он, понимаете, Константин Александрович, он человек очень такого широкого, так сказать, творческого дарования. Он не только дирижер, он ведь превосходный пианист. Он закончил Московскую консерваторию не только как дирижер, но и как пианист. Вы знаете, мы слышали его пианисту. Вот, в общем, вы все про него знаете. Не все, не все. Вот, поэтому этот человек очень заинтересованный в наших детях, наших вязких хировских детях, и он всегда очень серьезно относится ко всем вопросам. Если уж он чем-то занимается, то занимается всегда очень тщательно и очень качественно. Вот отсюда, кстати говоря, и вопрос, конечно же, чья это была идея создать такую школу? Ну, здесь идея, я считаю, что Ирина Александровна Лунина, это директор 11-й музыкальной школы или школы искусств, как это правильно сказать. Вот, они как-то с Константином Александровичем объединились. Не знаю уж, кто из них первый сказал, а давайте-ка мы сделаем такое, не буду говорить. Я при этом разговоре не присутствовала, но, в общем, Ирина Александровна, это как бы вот организатор, который все это разруливает, рулит, создает, крепит. И действительно, вот, они с Константином Александровичем делают очень большое дело. Ну, и цель все-таки, она долгосрочная, я так понимаю. Раз, школа прошла впервые, потом во второй раз, планируется наверняка дальше. Есть, видимо, какая-то стратегия. Ну, конечно, стратегия. Дети же растут, им же нужно выходить в большой музыкальный мир, им нужно определять свою судьбу музыкальную, что они будут делать дальше. Где они будут учиться. Есть одаренные дети, которые могут быть, возможно, свое образование продолжат и не здесь, а в Москву. Тем более, что они уже будут, да, вполне нормально представлены этим же педагогам, которые уже будут знать, кто к ним приехал. Ну, по крайней мере, они получат очень дельный хороший совет, как им дальше устроить свою музыкальную судьбу. Это важно. И еще, смотрите, у них же в программе не только вот этот большой концерт итоговый. Я понял так, что они в течение школы еще будут выступать на различную площадку. Конечно, они вот как раз 19-го числа выступают в первой школе. Это будет концерт авторский подгайца. Он там будет сидеть и все это, собственно говоря, опять подгайца. Да, он будет все слушать и будет делать какие-то свои замечания. 20-го они в органном зале выступают, 22-го у них в выставочном зале заключительный концерт в 5 часов. Словом, у них такая жизнь, вы знаете, у взрослых музыкантов такой жизни не бывает. Они очень много занимаются, много выступают, они мало спят. Но это не еще страшно, зато вот этот опыт выступлений, потому что я тоже наблюдаю, когда выступлений мало у человека, у него уже все эти, вот знаете, вот очень такие излишние волнения. Жизнь забирает. Жизнь забирает, да. Когда это немножко в практику входит, он уже на самом деле способен выйти и показать то, что он может, да? Да, и у него нет такого страха, скажем так, перед сценой. Он чувствует себя вполне адекватно, и ему есть возможность развернуть себя. Давайте поговорим про 24-й серию. Через полторы минутки. Через полторы минутки. Мария Мохова, органистка, которая будет выступать вот 18-19 июня в нашем органном зале. Ну, сейчас такая реплика хорошая прозвучала, вот как раз обменивались за эфиром мнениями как раз о нашей этой школе, вот одаренных детей. Которую Елена Преснецова представила. Да, 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 и мне понравилось, Маша сказала, вот в Германии такого не делают. Вы знаете, даже в Германии такого не делают, мне еще приятнее стало за наш город. А почему такое? Просто напомню, погоди, что Елена Преснецова у нас еще тоже в студии находится, это музыковед, и мы как раз говорим о проекте школе-провинция-столица, вот который. Вот сейчас переходим потихонечку к итоговому мероприятию этой школы. Вот подожди, секунду, значит, все равно, ты вот не зря заметил, что действительно это важно. Мы в перерыве обсудили очень важный вопрос, что, во-первых, такие школы, почему меня это очень сильно задело? Когда мы говорим о том, что вот отдаенные дети уезжают в столицы, потому что в столицах есть и другие третьи, десятые, пятые возможности, они уезжают за рубеж, потому что там есть третьи, десятые, пятые специалисты и так далее. Вот здесь процесс абсолютно грамотного подхода, когда сюда привозят специалистов, и здесь на местах одаренные ребята и ответственные родители, которые хотят своим детям это дать, они имеют возможность воспользоваться вот всем, чем могут воспользоваться в центре. Это вот, правда, горечь очень большая для родителей. Дети, может, настолько осознают до определенного момента, в какой-то момент они понимают, вот ребята, у которых есть действительно, что это наклонности какие-то очень яркие, да, и они не могут их реализовать. Это же большая трагедия на самом деле, когда невостребованный твой потенциал, ты теряешь интерес к учебе, к предметам каким-то. Здесь очень важно, чтобы тебя постоянно накачивали тем, что ты можешь поедать, перерабатывать и превращать в новые свои какие-то навыки, в какие-то важные истории. Поэтому важность вот этой школы, на мой взгляд, она просто переценить невозможна. Больше бы таких вот историй в Кирове, больше бы таких историй, и здесь надо отметить на самом деле, что эта история неблаготворительная, эта история коммерческая, но... А почему не благотворительная? Потому что благотворителей, к сожалению, в Кирове маловато. Вот был бы большой благотворитель, который всё это вот делал там, например, то у нас столько направлений на каждого ребёнка бы по благотворителю, по сути. Но в данном случае родители являются там, да, двигателями благотворителями, плюс являются ответственные педагоги, которые привозят сюда эту школу, и она обеспечивает этим ребятам реализацию своих способностей. Это очень важно. И вот как раз действительно Мария отметила, что и правильно делают родители, что пользуются этим, потому что в Германии не совсем так, ну, может быть, не везде так. Совсем не так. Совсем не так. Понимаете, там музыка и вообще искусство считается хобби. То есть даже если у ребёнка есть способности, в общем, ни родители не будут это, к сожалению, поддерживать и развивать, ни школа общеобразовательная не пойдёт ему навстречу. То есть возможности вот таких вот, понимаете, ведь элементарно нужно время, чтобы заниматься. То есть ребёнок должен определённое количество времени проводить с инструментом, у него должно быть определённое количество уроков в неделю. Урок на музыкальном инструменте в музыкальной школе немецкой составляет 30 минут в неделю. Ой. И всё? И всё. И вот при этом у нас ещё... А откуда в Германии музыканты берутся? Вот все из Нижнего Новгорода едут, да? В общем-то, нет, на самом деле, как бы смех смехом, но если вы посмотрите, придёте в любой немецкий вуз, в консерваторию, например, в музыкальный вуз, то, в принципе, вам встретится 90% русских азиатов. Вот так вот. Потому что это люди, это, кстати... А между прочим... То есть консерватории в Германии есть, а учатся в них студенты из России, из азиатских стран, да? А между прочим, азиатские страны школу музыкальную, вот я имею в виду, как школу, из Советского Союза, в общем, переняли. Да, то есть это единая система, которая, в общем, имеет корни здесь, у нас. И вот она так работает. И она работает, потому что нужна, действительно, нужна поддержка, то есть родителям приходится жертвовать. И большой труд. И большой труд, и родители, и ребёнка, и преподаватели. Ведь кто будет в Германии сидеть там во внеурочные часы ночами, да, готовить ребёнка к конкурсу или ещё что-то. В общем, всё это держится на энтузиазме, да, который у нас, слава богу, ещё есть, и слава богу, ещё вот поддерживается. Мы желаем нашей школе крепнуть и расти. Так, к 24-му числу переходим. А 24-го числа у нас состоится уже традиционный летний, мы ещё его называем общедоступный концерт, потому что цены на билеты в этот вечер будут всего 100 рублей. Вот, и все, я думаю, что могут прийти. Тем более для публики такого широкого, скажем так, спектра, и программа выбрана соответствующая, это тема вальса. Вот, действительно, программа называется «Ах, этот вальс», и, соответственно, музыка будет звучать самая разная, но в жанре вальса, начиная от известных песен, романсов. Вот, я даже выписала вот эти все названия, например, «Я помню вальсу звук прелестный», «В лесу при фронтовом», «Севастопольский вальс», «Вальс о вальсе», даже будут вальсы из-за перет Штрауса звучать. Любит маслюк вальсы? А кто ж их не любит-то, Свет? Мне кажется, что здесь вообще любят вальсы все, вы совершенно правы, и это такая романтическая тема, она с летом очень хорошо сочетается. А еще будут вальсы из «Спящей красавицы», из музыкальных иллюстраций «Повести Пушкина метель», и будет замечательная вальс, я его очень люблю, из «Маскарада» Хачатуряна. Вот, такая будет программа, дирижер будет Евгений Драбахин, кстати, в этот вечер. Вот, и, конечно, мы хотим, чтобы публика пришла, заполнила наш зал, поддержала оркестр. Тем более, что наш оркестр в этом году действительно, и как в прошлом году, он делает совершенно феноменальные успехи, качество исполнения, вообще музыканты. Ну, а вспомните эксперимент 23 апреля, когда тот же Евгений Драбахин вышел на сцену с группой. Да, кстати, у нас был такой концерт с Торбой на Круче. Надо было, весь Фейсбук рыдал, они транслировали онлайн и рыдали. Да, с Торбой на Круче симфонические оркестры. Мне причем так понравилось, у нас буквально за день до концерта в студии был как раз и Макс Иванов, был Евгений Драбахин, и еще все было неясно, у них была куча проблем. Они сидели, вот думали, что у нас ничего не получится. Это было видно по нему абсолютно. Да, и вот они вот за сутки реально сделали чудо, они решили кучу технических вещей. Да, технических, совершенно верно. С микрофонами. С микрофонами, с установкой барабанной, там мы все это сделали, все прекрасно. Звук был великолепный, просто удивительно. Подзвучен был каждый инструмент. Да, да, это было слышно. У каждого музыканта был микрофон, у каждого симфонического оркестры. Больше всех рыдала я, потому что я пришла домой, из общественной палаты, включила в Фейсбук и поняла, что вы пропустили. Что вот мой билет, и я должна была быть там, а люди мне транслировали. Вот это да, я рыдала громче всех. Я, конечно, не мог это пропустить, и прекрасный был опыт. Так что нашему симфоническому оркестру в этом году, на самом деле, по полной программе пришлось поработать совершенно в разных жанрах. Интересно, и то, что постоянно оркестр находится как бы вот на гребне каких-то интересных культуровических событий, это всегда очень приятно. И исполнение разных сочинений, рассчитанных на публику взыскательную, какую-то очень эрудированную, и на широкого слушателя. Как-то так все в программах сформировано и сложено, что ты приходишь, и ты с удовольствием слушаешь и солистов, и оркестров. В общем, всегда программы очень интересные. Но вот эта программа 24-го числа, она как бы вот на волне летнего какого-то, знаете, такого отдыха. Ну там ведь, я понял так, что не только оркестр, там же солисты, феи были, да, то есть с вокалом, да? Слушайте, вы абсолютно правы, я ведь чуть-чуть помену не упустила. Ну вы просто назвали, я понял, что вальса вальсе нельзя просто исполнить, а петь надо вальсом. Да, у нас, значит, такие солисты, солистов, которых знает, опять же, наша публика очень хорошо. Константин Юдичев будет петь симфоническим оркестром, Людмила Никеева, Анна Завалина. Вот, это такие известные у нас исполнители, и они украсят эту концертную программу, конечно же. Вот, так что очень хотим, чтобы все пришли. И билеты всего 100-150 рублей. Да, 100-150 рублей. Надо сказать, что все концерты, о которых мы сегодня рассказывали, имеют ограничение 6+. Это важно нам указать для Роскомнадзора. Да, пока еще штрафы не отменили. Хотя, конечно, мы понимаем, что ответственные мамы и папы приходят на концерты с детьми, но тоже ответственно, пожалуйста. Грудных приносить не стоит. Если ваши дети уже привыкли к такому объему информации, народа, тогда да. Если нет, кстати, вот я заметила, некоторые ответственные мамы и папы, они берут места с краю. И прям даже, кстати, с грудничками приходят в этих своих подвесах. Я уже забыла, как называется. Все давно прошло. И если что-то, как-то ребеночек устал, все тихо вышли, и все. Вот есть такое же? Приходят совсем малышами. Конечно, да. Бывают совсем с малышами. Малыши так как-то вовсюду погружаются, просто спят. А потом они растут. Да, они спят. А потом они растут. Потому что, опять-таки, когда концерт у музыкальной школы, там же приходят родители с младшими братьями, сестрами. И там в какой-то момент начинается вот это все, значит, мекеке. Мекеке. Можно начинать со сказок в органном зале. Вот сегодня утром я сама присутствовала на сказке. Да? Что это было? Была царевна-лягушка. Класс. Да, в органной обработке. Да, кстати, очень интересные бывают сказки в органном зале. Они как раз сейчас летом можно прийти. Там не одно представление, а их много представлений. С органом прекрасные декорации. Очень интересно. То есть, в общем, следите за афишей. Заходите. У нас лето не перешло еще в дачно-рыбачный период. В городе много мероприятий, которые можно посещать. С утра до ночи теперь оказывается. Ну, не до ночи, до вечера. Все-таки город у нас такой спокойный. И посмотреть, и слушать и концерты, и фильмы. Я, кстати, вчера с удовольствием тоже в кино сходила в первый раз в своей жизни, в одиночестве. Так хорошо, я вам скажу. И на концерт уже с удовольствием. Потому что ребенок мы в лагере занят своими концертами. А мамы с папами могут посвятить свое время уже своей культурной программе. Да, кстати, я хотела сказать, что уже абонементы филармонические на следующий концертный сезон в продаже. Все уже абсолютно известно, определено, что какие программы будут и для детей, и для взрослой аудитории. Поэтому можно поинтересоваться и просто приобрести по хорошей и выгодной цене себе уже культурный досуг на следующий концертный сезон. А, кстати, усиливается эта тенденция, что люди покупают абонементы себе и планируют на год? Или она там примерно одна? Вы знаете, вот вообще абонементы распродаются. И это я знаю. Как захочешь пойти на какой-нибудь концерт, скажешь, там все, абонементы уже. Нам очень радостно от этого. Абсолютно мы счастливы, что вот это дело вообще ширится, движется, что народ к нам ходит. Мы счастливы его встречать и дарить ему хорошую музыку. Ну а мы вам всегда рады. И мы желаем и вам, и нашим слушателям прекрасной недели с замечательными концертами от Вятской филармонии. Практически каждый день. Практически каждый день. 18-го, 19-го, 21-го, 24-го. Да, да. Благодарим Марию Мохову и Елену Преснецову. Дневной разворот завершен. Николай Голиков. Светлана Занькова. Всем хорошего дня.